Заметки электрика Выделенная мощность на дом составляет 15 кВт при трехфазном вводе. Начнем по порядку. На вводе должен быть установлен вводной автоматический выключатель с номинальным током 32 А. Я использовал автомат ВА4729 от компании ЕГ. Обязательным условием в технических условиях была прописана возможность опломбирования клемм автомата. В отдельном видео я уже вам рассказывал про большинство способов опломбирования автоматов. В данном случае я применил также известный вам способ пластиковой заглушки. Они подходят для ЕГовских автоматов. Вставляется сюда и язычком делается распорочка. То есть готово. Здесь потом будет продергиваться пломба. То же самое здесь внизу. Согласно требованию необходим трехфазный прибор учета с номинальным током 5-60 А. Класс точности не ниже 2 А и с давностью пломб государственной поверки не более 12 месяцев для трехфазных счетчиков на момент включения электроустановки под напряжение. Помните, у меня есть отдельное видео. Это требование по пункту 1.5.13 про срок давности пломб. Здесь был приобретен новый счетчик НЕВА 306 1СО. Класс точности у него единичка. Прямого включения, естественно, трехфазный. С максимальным током 60 А. 2018 года выпуска. То есть счетчик свежий. Дальше по требованиям необходимо было установить устройство защитного отключения УЗО. А, соответственно, был выбран УЗО ОТЭК ВД-1-63. Номинальный ток автомата составляет 32 А в одного автомата. Соответственно, УЗО должно быть желательно на одну ступень выше по номинальному току. А, соответственно, здесь установлено УЗО на 40 А. В технических условиях было указано поток утечки не менее 30 мА. Но, на самом-то деле, здесь необходимо УЗО как минимум на 300 мА. Дабы соблюсти селективность по отношению уже с УЗО, установленных в распределительном щите самого дома. В магазине в наличии такого УЗО не было. Ну, в смысле, на 40 или 50 А с током утечки 300 мА. Его в наличии не было. Соответственно, был приобретен пока временно такой номинал. А в дальнейшем, когда уже будет протягиваться линия непосредственно в дом, это УЗО перекочует в дом, а сюда будет установлено, ну, оно уже заказано, 40 А УЗО ВД-1-63 с током утечки на 300 мА. Ну, в принципе, вот она вся компоновка. Водной автомат, счетчик и УЗО. Также в технических условиях были прописаны требования непосредственно к самому шкафу учета. Шкаф учета должен быть запирающийся, соответственно, вот у нас имеется замок. Должен быть антивандального исполнения, ну, то есть, как бы, вполне подходит, в принципе, металлический. Со степенью защиты от пыли и влаги не хуже IP54. Ну, и также условия, чтобы щит имел окошечко на уровне циферблата счетчика, то есть, установленному в него счетчика. Ну, вот вы видите здесь, чтобы не открывая щит, можно было снять со счетчика показания. Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Данный щит будет смонтирован на опоре. Ну, думаю, здесь рассказывать по схеме подключения особо нечего. ДимаTorzok 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 Как-то сделан так грубовато. ДимаTorzok 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 ДИК ДимаTorzok То есть дом пойдет у нас также четырехжильный кабель. Также в технических условиях была рекомендация по установке устройств защитного устройств защиты оборудования от перенапряжения, то есть предусматривалась установка УЗИП. Но заказчик данное требование решил проигнорировать, потому что щит достаточно бюджетный. Ну, на этом, пожалуй, все. Вот такое вот получилось видео. Кому оно понравилось, обязательно ставьте лайки, обязательно подписывайтесь на канал. Если есть какие-то вопросы по сборке, по компоновке и так далее и тому подобное, то обязательно спрашивайте об этом в комментариях. А с вами, как всегда, был Дмитрий, автор сайта Заметки Электрика. До новых встреч!